В прошлый раз мы выяснили, что смартфон сегодня это уже далеко не просто звонилка, а самый настоящий инструмент для создания кино. В этот раз поговорим о том, что нужно, кроме понятное дело самого смартфона, для того, чтобы начать творить. Для создания интересных и качественных видео вам в первую очередь понадобится штатив. Некоторые люди считают, что основное предназначение штатива – это создание стабильной статичной картинки без тряски и движения в кадре. Однако это не совсем так. Да, само собой, штатив обеспечит нам ту самую устойчивость, статичность и уберет тряску. Тем не менее, при помощи этого устройства можно очень сильно разнообразить визуальный ряд, заменив им слайдер и даже кран. О том, как этого добиться, мы поговорим в отдельном выпуске. А пока выясним, какой же именно штатив нам нужен. Можно использовать как специальный, маленький штатив для смартфонов, так и полноценный для видео и фотокамер. Если с первым типом штативов все понятно, они предназначены исключительно для смартфонов, и проблем с их использованием возникнуть не должно, то со вторым типом этих устройств возникает резонный вопрос. А как нам этот самый смартфон на таком вот штативе закрепить? И ответ прост. Для этого нам понадобятся особые переходники, которые легко найти в интернете. Просто прикручиваем такой переходник к площадке штатива, закрепляем в переходнике наш телефон и устанавливаем всю эту конструкцию на сам штатив. Готово. Важно отметить, что бывают как фото, так и видеоштативы. Для нас это важно, так что давайте-ка разберемся, в чем отличие. Если совсем просто, то штатив состоит из треноги и головы с рукояткой, которая крепится на треногу сверху. Именно на этой голове и находится площадка, на которой мы закрепляем камеру. И основное отличие фото и видеоштативов кроется именно в этой самой голове. Головы видеоштативов имеют плавный ход. За счет этого мы можем делать аккуратные и красивые движения. Наклоны вверх-вниз и повороты влево-вправо. Фото же штативы, как правило, такой возможности лишены, так как она им попросту не нужна. Да, задача фотоштатива – надежно зафиксировать фотоаппарат в одной точке. И плавное движение тут просто ни к чему. И, как вы, наверное, догадались, нам подходят именно видеоштативы. Смартфон есть, штатив тоже. Вроде можно начать снимать, но не совсем. Для качественной и профессиональной съемки нам также понадобится специальное приложение. Конечно, можно обойтись и стандартным приложением камеры. Однако оно имеет ряд ограничений. И, как правило, не дает нам полного контроля над настройками съемки. А именно это нам и нужно. Зачем? Представьте себе, что вы едете за рулем гоночного автомобиля. Только едете вы без руля и педали. Согласитесь, что такой автомобиль хоть и быстрый, но вряд ли приведет вас к финишу первым. То же самое и с настройками камер. Можно снимать и без них, но по-настоящему хорошего результата можно добиться, только имея полный контроль над ситуацией. К счастью, как для Android, так и для iOS существует большое количество таких приложений, которые помогут с легкостью решить эту проблему. Первое, чего нам помогут избежать такие приложения, так это постоянно прыгающего фокуса. Ну а второе, меняющуюся экспозицию. То есть, если по-простому, скачущую яркость картинки. Если вы посмотрите любой фильм, то заметите, что фокус там не прыгает, так же, как и не прыгает экспозиция. Картинка там все время одинаковая. Это признак профессиональной и качественной съемки. Кроме того, с помощью таких вот приложений можно настраивать и ряд других, не менее полезных элементов. Однако более подробно об этом мы поговорим в одном из следующих выпусков, когда перейдем к практике. Все это смартфон, штатив, правильное приложение, тот необходимый минимум, который нужен вам для того, чтобы снимать профессиональные и качественные работы. Конечно, помимо этого есть и еще пара мелочей. Таких, как, например, достаточное количество памяти на самом устройстве. Конечно, это очевидно, но об этом тоже нужно упомянуть, потому что помните, что к любой съемке нужно тщательно готовиться. Это нужно в первую очередь для того, чтобы, скажем, оказавшись на красивом, живописном поле вдали от цивилизации, вдруг не обнаружить, что память на телефоне заполнена, а батарея вот-вот сядет. И пусть это будет нашим правилом номер два. Благо, со смартфонами Nokia эта проблема и вовсе перестает ею быть, благодаря безлимитному облачному хранилищу. Так что ваш творческий порыв не будут сдерживать никакие технические рамки. Ну, а на этом у нас сегодня все. В следующий раз мы поговорим о том, о чем нужно помнить перед началом съемок своего собственного мобильного кино. Субтитры сделал DimaTorzok